Устройство, которым мы сегодня займемся, называется мотор на шарикоподшипниках. Его работа исследуется уже более 40 лет, но общепринятого представления о том, почему оно работает, до сих пор так и не появилось. Устройство этого мотора исключительно простое. Два подшипника установлены на общей оси, их внешние кольца неподвижно прикреплены к опорам и внизу к этим опорам подведены провода от источника питания. А вот этот маховик нужен лишь для того, чтобы обеспечить большую равномерность хода. Теперь посмотрим на то, как этот мотор работает. Я включаю источник. Напряжение составляет чуть больше одного вольта. Но поскольку сопротивления такой цепи очень мало, сейчас через мотор течет ток целых 30 ампер. Легонько подтолкнем маховик. И мотор начал разгоняться. Так что в итоге он выходит на скорость вращения около 10 оборотов в секунду. Я его могу остановить. А теперь посмотрите, если я толкну маховик в другую сторону, мотор будет разгоняться и в эту сторону до той же самой частоты вращения. Между прочим, этот мотор может работать и под водой. Я снял с него маховик, чтобы он не тормозило воду. Подадим напряжение. Запустим. И теперь мотор может работать и при больших токах. Потому что подшипники охлаждаются водой и не перегреваются так сильно, как на воздухе. Теперь настало время перейти к объяснению работы этого двигателя. В разные времена разные люди выдвинули по меньшей мере три варианта альтернативных объяснений. И мы начнем с того варианта, который был предложен в начале 70-х годов известными советскими электротехниками Нетушилом и Поливановым. По-видимому, в своих опытах они имели дело с весьма большими токами и наблюдали искры, летевшие позади колеса из небольшой зоны контакта. И они предположили, что за катящимся колесом возникает плазменный разряд. И давление этого разряда создает момент силы, раскручивающий колесо. Да, конечно, если мы пропустим через наш мотор ток в 100 ампер, то из подшипников полетят заметные искры. Только мотор очень быстро перестанет работать, потому что эти искры вызовут эрозию шариков и колец. А если пропускать умеренные токи, при которых мотор все-таки работает, никаких искр не видно, даже если смотреть на подшипники в полной темноте. Второе альтернативное объяснение было изложено в нескольких статьях, содержащих очень много математических формул. Авторы этих статей пытались рассмотреть взаимодействие токов текущих через вращающиеся шарики и магнитных полей, наведенных в этих шариках. Однако против этих теорий могут быть выдвинуты два принципиальных возражения. Первое из них состоит в том, что если магниты действуют на токи, то и токи действуют на магниты. И шарик, разгоняющий сам себя, это все равно, что барон Минхаузен, вытаскивающий себя из болота за волосы. Возможно, это объяснение может быть исправлено в еще более сложных теориях, рассматривающих взаимодействие токов и полей с двух сторон от области контакта, внутри вращающегося шарика и снаружи него. Но на этот счет имеется и второе возражение. И чтобы уяснить его, давайте посмотрим, как происходит разгон нашего мотора. Для того, чтобы снять характеристики нашего мотора, мы установили на одном с ним основании фотоворота. Давайте пропустим через мотор ток в 30 ампер. Запустим запись. Запустим мотор. Мы видим, как он набирает обороты. 8 оборотов в секунду. 10 оборотов в секунду. Обороты растут уже 12 оборотов в секунду. И мы видим, что через 20 секунд работы мотор постепенно начинает выходить на постоянные обороты. Вот уже 14 оборотов в секунду. Ну, рост скорости вращения практически прекратился. На этом графике я изобразил результаты нашего эксперимента. Мы видели, что частота вращения мотора сначала равномерно нарастала, а потом вышла на постоянные значения. Это означает, что полный момент сил, действующий на вращающуюся часть мотора, сначала был постоянным, а потом уменьшился до нуля. Теперь посмотрим на то, что говорит изложенная в статьях теория. Там утверждается, что при малых частотах вращения разгоняющий момент будет пропорционален частоте вращения и квадрату силы тока, протекающему через мотор. Но если момент пропорционален частоте, то чем меньше частота, тем меньше момент и разгон будет происходить нелинейно, а сначала очень медленно, а потом все быстрее и быстрее. А это противоречит результатам эксперимента. Ну и вообще говоря, здесь еще нужно написать со знаком минус момент сил трения, который при небольших частотах постоянен. И это означает, что пока вот эта величина не превысит момента сил трения, мотор вообще не будет разгоняться. А в опыте мы видели, что он разгоняется от совсем небольшого толчка и дальше набирает обороты. Электромагнитная теория не сходится с экспериментом еще в одном отношении. В эксперименте установившаяся частота вращения мотора прямо пропорциональна силе тока, а теория предсказывает, что она должна быть пропорциональна квадрату силы тока, что очевидно не так. Теперь мы переходим к третьему альтернативному объяснению, В качестве автора которого обычно указывают болгарского физико-диссидента Стефана Мариновой и его интервью 1989 года. Ну а поиски по разным базам патентов показывают, что аналогичные заявки делались и ранее. В частности, трое новосибирских изобретателей Косарев, Рябко и Вельман подали такую заявку в 1963 году и получили на нее авторское свидетельство номер 155216. И все эти объяснения и изобретения основаны на принципе теплового расширения материала. Области контакта между шариками и кольцами очень малы, поэтому сопротивление цепи определяется именно этими областями. Когда через шарики течет электрический ток, почти все тепло выделяется в зонах контакта и они сильно разогреваются. Металл в этих областях расширяется, шарики из круглых становятся слегка продолговатыми и немножко расклиниваются. Если подтолкнуть двигатель, шарики наклонятся, прогретые зоны сместятся и прогрев начнется в новых контактных точках, так что по шарикам побежит своеобразная волна теплового расширения. При этом расклинивающие силы, действующие на каждый шарик, уже не будут лежать на одной прямой и они будут создавать вращающие моменты, разгоняющие шарики. Гипотеза теплового расширения хороша тем, что она объясняет выход двигателя на постоянную частоту вращения. Ведь чем быстрее он вращается, тем сильнее размазывается тепло по, так сказать, ободу шарика, тем менее выраженными оказываются прогретые контактные зоны, ну и соответственно вращающий момент уменьшается и уменьшается еще сильнее с раскруткой, пока он не сравнивается с тормозящим моментом сил трения. И таким образом из трех выдвинутых гипотез, объясняющих вращение двигателя на шарикоподшипниках, осталась в работе лишь одна гипотеза, связанная с тепловым расширением. Но тем не менее это до сих пор только гипотеза, потому что никакой теории, которая позволяла бы рассчитывать работу такого двигателя не построена, а раз и нет теории, значит нечего сравнивать их с экспериментом. Ну есть во всяком случае некоторые правдоподобные качественные объяснения, которым пока что и предлагается всем удовольствоваться. И в заключении я должен сказать, что об этой конструкции мы узнали в 2013 году, когда задача мотор на шарикоподшипниках игралась на международном турнире юных физиков. Мы сами пытались построить эту конструкцию несколько раз, она не всегда работала, часто ломалась, но наконец-то удалось построить работающий образец. И в конце этого ролика мы не будем задавать вам традиционного вопроса, но вместо этого попросим вас написать комментарий о том, что вы увидели свои соображения, как обычно, под этим роликом на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok